Наш курс «Политический процесс в незападных странах» нацелен на знакомство со странами Востока и Латинской Америки. Именно для незападных стран особенно актуальны вопросы политической модернизации, демократизации, поиска адекватных путей социально-экономического и политического развития, что, в свою очередь, затрагивает проблему сохранения культурной самобытности и самоидентификации этих народов. Понятие «незападный мир» ассоциируется, как правило, со странами Третьего мира, что как соответствует действительности, так и порождает ложные представления. Давайте обозначим конкретные границы, затрагиваемые рамками нашего курса. Если следовать географическим параметрам, то мы с вами будем говорить о таких субрегионах, как Латинская Америка и Юго-Западная Азия. При этом будем помнить, что понятие «ближний» и «средний» и «восток» шире, чем понятие «юго-западная Азия», так как в него включают, помимо 16 государств Юго-Западной Азии, также Египет и Судан. Нас будут интересовать китайские, корейские, индийские, индоиранские, тюркские, арабские и в определенной части российские историко-культурные регионы. А в культурно-религиозных параметрах мы рассмотрим такие макрорегионы, как конфуцианско-буддийские, индуистские, латиноамериканские, мусульманские, иудейские и православные. Вообще мы должны быть готовы к тому, что те или иные страны могут входить в соответствии с различными параметрами не в один, а в два или даже три перекрещивающихся региональных кластера. Мы с вами будем исходить из того, что изучение специфики политических процессов, политических систем и политической культуры необходимо для адекватного представления о характере и сущности текущей политики того или иного государства Азии или Латинской Америки. Поэтому в рамках границ указанных регионов мы будем рассматривать политический процесс в конкретных странах, постараемся провести параллели, выстроить различного рода сравнения и сопоставления. Хотелось бы отметить, что в связи с установленным временным лимитом в рамках курса акцент будет делаться именно на реальный политический процесс, происходящий в результате влияния самых разнообразных внешних и внутренних факторов, а не на разбор политической системы конкретно рассматриваемого общества как совокупности политических институтов, норм и ценностей. Основными аспектами первой вводной теоретической лекции являются понятия модернизации и основные модели демократии, виды политических систем, политических режимов, сам политический процесс, а также акторы политического процесса. Далее мы перейдем к детальному рассмотрению идеального типа незападного политического процесса, предложенного американским политологом Паем. Постараемся разобраться, в чем же заключается особый путь развития стран Юго-Восточной Азии. Является ли азиатская демократия мифом или реальностью? В чем специфика азиатской политической культуры? Какие ценности доминируют? Рассмотрим аспекты демократизации общества и политического строя Японии в 20-21 веках, японскую модель развития на современном этапе. Мы уделим внимание Корейскому полуострову, Республике Кореи и Корейской Народно-демократической Республике, границей между которыми является зафиксированная в 1953 году по 38-й параллели линия фронта. Тема четвертой лекции является проблема политического развития современного Китая. Нас будет интересовать характер политического режима на территории Китая, политические процессы, происходящие в этой стране, а также основные этапы развития политической системы КНР. Затем мы отправимся в Южную Азию, а именно в Индию, чтобы познакомиться с особенностью политической культуры этой древней цивилизации. Мы познакомимся с политической властью и современным политическим процессом в государстве. Следующей нашей темой станет модель развития политической жизни стран Ближнего Востока и Северной Африки. Нашей задачей будет анализ динамики политического развития и выявление особенностей политических систем в таких странах региона, как Ирак, Иран, Египет, Сирия и других государствах. Поговорим о причинах и последствиях революционных событий арабской весны. Изучая Ближневосточный регион, стоит особое внимание уделить не только Турции, но и политическому процессу в Израиле, единственной демократии на Ближнем Востоке. Наверняка придется подискутировать о природе израильской демократии, в основе которой изначально заложены противоречивые принципы демократического устройства и центра мирового еврейства. Интересна также роль религии во внутриполитическом процессе этого государства. Из Израиля нам придется перенестись на американский континент и рассмотреть политические процессы в таких государствах Латинской Америки, как Аргентина, Бразилия и Мексика, отражающие основные явления, характерные в целом для этого региона. Обсудим идею геополитического единства Южной Америки в региональном политическом дискурсе. Что касается информационных источников данного курса, то необходимо прежде всего отметить экспертное сообщество Института Ближнего Востока во главе с авторитетным специалистом-востоковедом Евгением Янычем Сатановским. Материалы исследователей в области международных отношений, в частности Вероники Крашенинниковой. Теоретическая база курса сформировалась при помощи научно-методических комплексов под редакцией Воскресенского, Таркунова и Мельвеля из Московского государственного института международных отношений. Надеюсь на плодотворную и результативную совместную работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова